У нас сегодня в гостях преподаватели итальянского отделения Санкт-Петербургского государственного университета, председатель общества по распространению итальянской культуры имени Данто Ригери, возглавляющая сам петербургский филиал римского общества Мария Сергеевна Самарина. Я вам предоставляю слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Я работала над этим томом. Я думаю, что вы хорошо знаете эту серию. Именно в библиотеке Академии наук, за что, конечно, я приношу самую-самую большую благодарность. Работа была долгая, но, как вы понимаете, из русских писателей, наверное, только ленивый не писал, а Данто и писал много. Так вот, я подарила этот том Данто Проид Контра одному из самых старых издательств Италии, издательство Кампи. Оно находится в центральной Италии, в области Умбрия. И в ответ они мне подарили, вернее, с просьбой передать какой-нибудь самой-самой авторитетной библиотеке в Санкт-Петербурге научной. Естественно, может быть, это может быть только наша библиотека. Просили передать фоксимильное издание, первого издания в Италии, божественной комедии Данто. Издание 1472 года. Причем оно сделано с соблюдением всех технологий конца XV века. Бумага по старинному, что называется, рецепту. Я даже наблюдала, как это все изготавливалось. Это все очень интересно. То есть 1472 год – это 20 лет до открытия Колумбом Америки. Это одна из вообще первопечатных книг Италии, куда книга-печатание пришла сразу же из Германии через Венецию. Кроме того, вот следующее – это научное описание этого, да, научное описание фоксимильного издания. И, кроме того, еще вот это вот небольшое издание – это очень любопытная вещь. Дело в том, что издательство «Камби» является самым старым, наверное, все-таки художественным и научным издательством Италии. И уже несколько столетий, подчеркиваю, несколько столетий, это издательство издает астрологические прогнозы. Календари с астрологическими прогнозами, которые называются «Календарь Барбонера». Барбонера – это итальянский аналог Мастродамуса. И вот, должна сказать, что астрологические прогнозы на следующий год, согласно Барбонере, очень благоприятные. Причем календарь Барбонера в 2013 году внесен кандидатом на включение в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вообще, вот эти годы, 2013 и следующие за этим годы, будут очень важными для итальянской культуры. В 2013 мы празднуем 700-летие со дня рождения Джованни Бокаччо. И готовимся к очень важному событию. В 2015 году 650 лет со дня рождения Данте Алигьеви. И в 2021, конечно, нужно всем дожить, чтобы все было хорошо, это 700-летие со дня смерти Данте Алигьеви. То есть, каждый практически, не буду даже утомлять вас много и других событий, но наше общество по распространению итальянской культуры, вот мы находимся в Риме и фериал в Санкт-Петербурге, а также во всех других больших городах мира, вот мы как-то пытаемся донести это до научной общественности. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо большое. Потому что первые ферсы, я тут могу только угадать. Земную жизнь, пройдя до половины, я ощутился в суббочном лесу, утратив правый путь в этой долине. Спасибо. 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 Спасибо.